МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите вечернюю информационную программу. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Новые социальные меры первого президента разъяснили жителям Павлодарской области. Члены правительства под председательством заместителя премьер-министра Гульшары Абдекаликовой уже второй день работают в регионе. Сегодня члены Кабмина посетили Центр обслуживания населения, где знакомились с механизмом получения адресной социальной помощи. Здесь же вице-премьеру показали работу по предоставлению госуслуг по принципу одного окна. С помощью этой системы в прошлом году в Павлодарском цоне оказали около 600 тысяч госуслуг, в том числе 130 тысяч через уголок самообслуживания. Наряду с этим в регионе открыты 17 фронт-офисов, где предоставляют услуги без участия оператора. В областном филиале партии Нур-Отана члены правительства рассказали о новых социальных мерах. Главное новшество этой инициативы в том, что при распределении жилья многодетные семьи будут иметь преимущественное право. Новый областной онкологический диспансер, который строится в Павлодаре, станет одним из самых современных в стране. На возведение комплекса выделено свыше 7 миллиардов тенге. Сегодня в ходе рабочей поездки в регион строительную площадку посетил министр здравоохранения Ельжан Бертанов. Он осмотрел основные корпуса, поговорил с подрядчиками и руководителями областного онкологического центра. На оснащение новой клиники потратят свыше 4,5 миллиардов тенге. Всего в списке 500 наименований оборудования, в том числе диагностического и операционного. Львиная доля средств, почти 2 миллиарда тенге, уйдет на покупку линейного лучевого ускорителя последнего поколения. Этот аппарат позволяет наполовину повысить эффективность и качество лечения раковых патологий. Область входит в печальный список лидеров по онкологии в Казахстане. Только с начала года выявлено 600 новых случаев рака. Всего на учете в онкоцентре сейчас 11,5 тысяч человек. Согласно проектной документации, которая была утверждена в 2015 году, часть оборудования, конечно, морально устарела. И сумма, выделенная на эти средства, она недостаточно была. Но был этот список оптимизирован, какая-то часть оборудования будет переноситься. То, что закуплено в последние годы из старого диспансера. Ну и будет поставляться новое современное оборудование, в частности, и диагностическое оборудование. Большой комплекс, большая территория задействована, потому что здесь и благоустройство, и все эти здания, они завязаны между собой галереями. Общая система у них отопления, водоповоды, все. То есть, тут предусмотрен полный цикл жизнедеятельности, скажем так, этого предприятия. Продолжите работать над совершенствованием системы образования. Такое поручение дала педагогам Павлодарской области глава ведомства Куляшем Шеддинова. Во время рабочей поездки по региону министр также посетила детский сад и несколько сельских школ и детский дом в районе Теренколь. Во время встречи с коллегами Куляшем Шеддинова рассказала о приоритетных задачах по социальной поддержке работников системы образования. Не зря же все же поставим на серьезные задачи довести до логического завершения все реформы, которые проходят в системе среднего образования Казахстана. Значит, если будем говорить о повышении заработной платы, да, сотрудники системы образования тоже будет происходить доплата заработной платы дифференцирована до 30%. В первую очередь это, конечно, технический персонал и другие категории наших сотрудников. Мы сейчас ждем расчеты Министерства труда и социальной защиты. Как они будут известны, вы, конечно, все это получите. Аким Столица Бахат Султанов презентовал Нур Султан на форуме мэров, городов и министров как место проведения 8-го глобального саммита Всемирной туристической организации по городскому туризму. Он пройдет с 7 по 11 октября этого года. Мероприятие такого уровня – возможность заявить о городе, как о новом центре туризма в Центральной Азии, продемонстрировать современные тенденции развития мегаполиса, укрепить сотрудничество с крупными международными ассоциациями и компаниями, заявил Аким. Отмечу эстафету столь важного саммита. Наша столица принимает от таких городов, как Сеул, Куала-Лумпур, Барселона, Стамбул и Москва. Вопросы развития туризма – это один из ключевых элементов диверсификации нашей экономики. И для этого есть все условия. Я уже говорил, что это самая юная столица. Мы поистине являемся столицей Великой Степи. И этот бренд мы могли бы показать и привнести огромному-огромному количеству туристов. Поэтому такие мероприятия, которые сегодня здесь происходят, для нас очень важны с точки зрения обмена опытом, нахождение точек, больших точек для привлекательности туристов и привлечение лучших технологий. Первый зарубежный визит президента Казахстана Касамжо Марта Тукаева в Россию привлек внимание международных СМИ. О том, что пишут об этом Washington Post, Asia News и Moscow Times расскажет Жидра Джазина. Визит президента Казахстана в Россию привлек внимание американской ежедневной газеты Washington Post. Издание пишет, что эта встреча – показатель того, что несмотря на перемены, тесные взаимоотношения с Москвой будут поддерживаться. При этом источник отмечает, что вероятнее всего Касамжо Марта Тукаев продолжит политику Нусултана Назарбаева, в основе которой лежит развитие отношений и с западными странами. Визит казахстанского лидера в Россию произошел в преддверии грядущего заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в конце следующего месяца в Нурсултане. Так считает китайский информационный сайт Asia News. По мнению автора статьи, встреча Тукаева и Путина только укрепит стратегическое партнерство обоих государств. А это, в свою очередь, как отмечает источник, демонстрирует преемственность курса Нурсултана Назарбаева нынешним руководством страны. О том, что визит Тукаева в Москву укрепит дружбу и стратегическое партнерство Казахстана и России, пишет и российское независимое англоязычное издание Moscow Times. Информагентство цитирует слова президента Казахстана о том, что российско-казахстанские связи являются важным ориентиром межгосударственных отношений. К событиям в мире. В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна. В результате пострадали 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. К месту столкновения экстренно прибыли спасатели. Пострадавших им пришлось извлекать из воды. Причина ЧП пока неизвестна. СовбезООН призвал не допустить военного столкновения в Ливии. В стране продолжаются бои за аэропорт, который находится рядом с Триполи. В военных столкновениях вокруг ливийской столицы погибли по меньшей мере пять человек. Отмечу бои. На юге Триполи начались сразу после отъезда генерального секретаря ООН из страны. Он приезжал для урегулирования конфликта. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в стране разгорелся политический кризис. В Ливии цари двоевластия. На востоке заседает избранный парламент. В столице на Западе работает сформированная при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаезом Сараджем. Власти восточной части действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим ливийской национальной армией маршалом Хафтером, ведущим затяжную войну с терроризмом. Казахстанские дети, усыновленные ирландцами, чтут национальные традиции, а их приемные родители стараются поддерживать связь своих чад с исторической родиной. В Дублине казахская диаспора совместно с посольством нашей страны организовали встречу, где дети смогли пообщаться со своими сверстниками и узнать больше о Казахстане. Подробности у Галымжана Храманула. Галымжана Храманула. Санжар интересуется охотой с ловчими птицами. Пока я не могу представить, к чему это приведет. По статистике, среди европейских государств Ирландия занимает первое место по усыновлению детей из Казахстана. В стране проживает 150 наших юных соотечественников, нашедших новые семьи. Программа по усыновлению начала свою работу 15 лет назад. Каждый год мы проводим мероприятия, где собираются семьи-усыновители и делимся новостями. Некоторые из них путешествуют в Казахстан и возвращаются с приятными впечатлениями. Казахстанские дипломаты на этой встрече подчеркнули важность поддержки непрерывной культурной связи усыновленных детей с исторической родиной. Кроме того, они напомнили и о своей готовности оказывать всю необходимую помощь в организации таких встреч, а также поездок детей в Казахстан. Алан Джан Хараманула, Майкл Мур, Ирландия. Специально для Хабар-24. Вы смотрите Хабар-24. Мы продолжаем. В Западно-Казахстанской области на 230 миллионов тенге увеличились поступления налогов на импорт со стороны стран Евразийского экономического союза. Именно такую сумму за первые два месяца этого года собрали в бюджет налоговики на казахстанско-российских пограничных пунктах пропуска. Напомним, с января сотрудники местного департамента госдоходов ведут учет объема ввозимой продукции. Отсканированы документы свыше 17 тысяч большегрузов. В ходе этого мониторинга фискалам удалось пресечь 18 фактов попытки вывоза товаров, по которым временно ограничено разрешение на экспорт. По данным налоговой службы, нелегальные потоки продукции приводят к недобору в местную казну 12% НДС от общего объема импорта. Органы государственных доходов по этапам будут переходить в функцию мониторинга, в функцию контроля. Большинство нового политических недостоверно заявляют реквизиты, что нам затрудняет их поиск, находить. Как ведем контроль в полном объеме, это уже нарушение таких не будет допускаться. Соответственно, значительные увлечения поступления ожидаем. Бюджет Петропавловска благодаря цифровым технологиям за три месяца пополнился на 5 миллионов тенге. Это сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Подробнее о цифровизации в полиции расскажет Нургуль Ахметова. Помогли ему оформить онлайн-режим и замену прав. Ему нужно было только госпошлину оплатить. Пару кликов компьютерной мышкой, немного ожидания и все новое водительское удостоверение можно забирать. Процедуру обмена прав сделали более удобной для людей, впрочем, как и процесс сдачи экзамена, на который сейчас можно прийти без обучения в автошколах. Но, как показывает практика, не сдает каждый третий. Дается три попытки, как на теорию, так и на практику. И после этого на шесть месяцев уходят, заново готовятся. Это у нас красивые номера, да, здесь? Да, это номера повышенного спроса. В этом году уже 27 комплектов выбрали люди, приобретают. Ну, это, во-первых, пополнение государства бюджет и для людей... Пополнять бюджет помогают и видеокамеры. Их в Петропавловске 54 есть несколько умных перекрестков. Опытные водители знают их наизусть, а вот новички могут и попасться в поле зрения. И получить штраф за нарушение правил дорожного движения. Тут даже красивый и дорогой номер авто не спасет. Со всех сторон установлены видеокамеры, которые автоматически фиксируют, если водитель проехал за стоп-линию или на красный сигнал светофора. Видите, он стоп-линию проехал. До шести секунд получается. Фиксирует автомашина, вот что он нарушил. Мы проверяем гус-номер. То есть вы даже можете узнать всю информацию о водителе? Да, где вам прописана последняя прописка. Видите? Вот. Североказтанский область и Арталовский район, Селок-Карлок. На этот адрес теперь придет письмо счастья. Так в народе называют извещение о штрафе. Правда, вряд ли обрадуется тот, кто его получит. С начала года водители Петропавловска более 1700 раз нарушили правила движения и пополнили казну на 5 миллионов 200 тысяч тенге. Почему размеры взысканий такие большие? Один из самых главных вопросов, который волнует водителей, и который они задавали полицейским. Стражи порядка специально ведут прием прямо посреди дороги, чтобы выслушать обращения и пожелания граждан. Сразу не наказывать, сразу резко, сразу штрафы у нас вот такие. Ну, предупредим, человек забыл там что-то, допустим, тот же свет. У нас сразу штраф выписывает за это. Можно предупреждение выписать. Вы как давно уже здесь сидите? Какие вопросы к вам поступили? Вот с утра, если мы с 9 часов работаем, значит, с утра, значит, вопросы, где-то вот в этом, именно здесь, где-то в пределах 44-50 человек уже к нам обратились. Вопросы, значит, многих первые интересуют это по оплате штрафа. Акция будет два дня проводиться. С 9 утра до 19.00 и завтра так же самое с 9 до 19.00. А если вот дождь, снег падет там? Ну, мы для этого автобус приготовили. Автобус приготовили, сущего, мы там можем принять. В первый день акции «Приемная на дороге» к полицейским Петропавловска поступило более 100 вопросов от горожан. Нургуль Ахметова, Толя Ген Иманов, Хабар, 24, Петропавловск. В Туркестанской области почтили память Мирамбека Рахматуллаева, полицейского, трагически погибшего при теракте в Алматы. Его имя присвоили школьному кабинету начальной военной подготовки в родном ауле Харабастау. На мероприятии присутствовали родственники и коллеги погибшего. Напомню, теракт был совершен 18 июля 2016 года. 26-летний Руслан Куликбаев открыл стрельбу в центре города. В результате перестрелки погибли 5 человек. С 2012 по 2016 год Мирамбек учился в Актюбинском юридическом институте. За время обучения он проявил себя только с лучшей стороны. После окончания вуза он устроился в департамент полиции Алматы, но, к сожалению, в тот же год трагически погиб. У представителей МВД вошло в традицию чтить память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы не забываем о наших героях. В Южном Казахстане не хватает квалифицированных педиатров и анестезиологов. Только в шимкентских больницах 147 свободных рабочих мест. Решением проблемы озабочены в Международном университете имени ЕСАУИ. Представители вуза организовали ярмарку вакансий для выпускников медицинских факультетов. В этом году дипломы о высшем образовании получат больше 400 студентов университета ЕСАУИ. Везоковероятное, что все они будут трудоустроены. Молодые медики из Шимкента и Туркестанской области востребованы и в других городах. Выпускникам предлагают работу в больницах Хараганды, Казаларды и Тараза. После пяти лет обучения студенты зачисляются в интернатуру, которая предусматривает общую практику по пяти специальностям. Узких специалистов готовят только на резидентуре, куда можно поступить только по окончанию интернатуры. Но немногим это удается. Именно поэтому возникает дефицит врачей. Победительница республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана» Казалардинка Сымбат Абдрахманова занимается разработкой новой компьютерной игры. Она направлена на развитие мышления ребенка и обогащение словарного запаса. Сымбат автор 15 мультипликационных фильмов. Ее методику для развития и адаптации детей с ограниченными возможностями высоко ценят специалисты. С разработками психолога познакомился Алибек Байшуленов. Психолог, аниматор из Казаларды Сымбата Абдрахманова изготовила 9 специальных мультфильмов на казахском языке для детей с нарушением речи. И другие ее анимационные произведения носят познавательный характер. К примеру, в учреждениях образования региона широко используются такие ее разработки, как навыки звуков, веселые цвета. Сымбат сама пишет сценарий, сама монтирует. Свои методические пособия она распространяет бесплатно. Эту игру можно проводить в домашних условиях или вместе со специалистом. Пособия распространяем в учреждения образования. Они предназначены для детей с дефектами речи в реабилитационных центрах, детских садах, коррекционных и консультационных кабинетах. 200-летию Казаларды Сымбата Абдрахманова выпустила мультфильм «Волшебный ключик», в котором рассказывается история родного края. Воодушевленная поддержкой земляков и поверившая в свои силы, она с удвоенной энергией приступила к реализации новых идей. Сегодня Сымбат, член Ассоциации психиатров Европы, занимается проектом по профилактике суицида. Этот проект требует больших усилий и ответственности, ведь жизнь каждого ребенка, каждой страны, дорога для нас. Поэтому я думаю, что в развитии каждого ребенка должны участвовать не только психологи и специалисты, но и общество, в котором он живет. Между тем, саундтреки к анимационным фильмам Сымбат пишет тоже сама. Ее цель – воспитать патриотизм у подрастающего поколения через познавательные мультфильмы. Алибек Большолянов, Альхайдар Турлыханов, Руслан Айтмамбетов, Казалардинская область, Хабар, 24. Около 600 признанных мастеров бального танца из Южной Кореи, Беларуси, Украины, России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана собрались на танцполе спорткомплекса «Евразия» в Казаларде. Там проходит ставший традиционным международный турнир на Кубок «Евразия» «Феерия танца». В этом году конкурс организован в рамках Года молодежи. Участники подготовили танцы в пяти жанрах – от европейской и азиатской до латиноамериканской программ. Их мастерство оценивают жюри, в состав которого вошли судьи высшего разряда и руководители Национальной Федерации Бального Танца стран-участниц. Очень нравится организация, очень нравится, что полные трибуны это прям придает, как сказать, уверенности, сил, потому что когда больше народу, как бы энергичнее себя чувствуешь на площадке. Очень хороший состав участников приехал. Мы даем возможность нашим участникам именно соревноваться с лучшими. И сейчас идет востребованность большая именно международных каких-то образцов. Это как язык английский, допустим, та же хореография, именно та, которая пользуется на международном уровне. И вот все, что относится именно к событиям, прикосновения к миру. И на этом пока все. Хорошего вам субботнего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова